Которые посыдно пользовали и Америку, и Россию. Добрый день! Что творится с территорией России? Трудно даже представить себе, когда всё это переходит в реальность. Это ужасно. Вопрос в том, что у нас руководство в стране после Сталина фактически стало настолько безобразным, что дальше некуда. Значит, каждый, кто приходил к власти, вытворял с территорией России, не считаясь ни с чем. В частности, был же референдум, когда было сказано, что оставить СССР в целом. Ноль внимания! Алкоголик, неоткуда взявшийся, которого нашли американцы, поддержали Майданом вместе с Русковым, орал, который там, значит, и сам он, бог знает, что сделал, чтобы этот Майдан прошёл. А результат? Пьяный раздавал всё, что только мог. Даже когда его спрашивали, намекая на ситуацию, ему было безразлично. Безразлично. Что это за личность такая вылезла? Ужас. Ну и Ельцин. Действительно, говорят, что ему на могилу нужно поставить обломки, как говорится, подводки Курск. Кто за его, в конечном счёте, проявления? Что он натворил? А больше тысячи расстрелянных в Белом доме. Это тоже замалчивается. Это негодяй, который и фактически натворил то, что и сейчас происходит на Донбассе. И будет всё происходить. Вот. Но есть законы, от которых никто не сможет уйти. А закон однозначен. Не может человек, по своему разумению, распоряжаться территорией России. А то один, как это Ельцин, не отдал японцам острова. Это вообще, я помню, что на коленях умоляли его Чубайс. И несчастный у нас один, тоже борец. Значит, не отдавать. И еле-еле уговорили. Вот такой был у нас человек. Немцов. Немцов вместе с Чубайсом. Вот. Значит, на самом деле, по законам, любое действие таких руководителей должно подтверждаться или отрицаться как минимум парламентом. А на самом деле, такие вопросы решаются только референдумом. Потому что все эти завоевания, войны в защиту своей территории проводились народом, они этими людьми. и только народ имеет право сказать или да, или нет. Потому что это фактически принадлежность народа. Вот так вот. Ну, что тут скажешь? Значит, вопросы с Украиной, значит, еще раз повторяюсь, я до этого говорил, что нужно в России, как я считаю, провести референдум, где четко будет сказано о том, что такое Крым, и как он у нас остался, и никто не имел права его без решения народа отдать. Вот этот вопрос официальный, и тут уже никто не сможет ничего говорить нам, чтобы Крым забрали у вас. Кого у вас? Вся Украина сделана только на том, что, извините, Батый уничтожил русских. Громадное поселение Киевской Руси. Громадное. И оно противостояло Батый. И он вырезал всех, кого только мог, уже что у него была громадная армия. И обманом взял Киев, вырезавший все население его. И кто потом приезжал, кроме русских, обратно восстанавливать все полностью разрушенные города, и все остальное, сказать трудно. Но это смешанное население по национальностям. И привело к тому, что на Украине далеко не все так просто. Часть украинцев с радостью встречала немцев во Второй мировой, значит, с хлебом, с солью. А другие устроили партизанское движение и всячески сопротивлялись немцам. Вот с тех пор так и идет. Кто-то за Россию, Киевская Русь, Белорусской изначально и всегда. Это знали все. Вся Европа. А что получилось? Естественно, всегда есть люди разных соображений, тем паче появилось оружие. И вот что сейчас вытворяют там последующие от немецкого фашизма, значит, ну и все это знают. Поэтому что должно быть? Незаконно переданы и Юго-Восток России, помимо Киевской Руси, незаконно переданы и как говорится Юго-Восток Украины. Куда входит и Донбасс несчастный и все остальное. Поэтому нужно провести референдум не только на этой территории, которая уже провела референдум, но и у нас в Руси. Если Русь считает, что это наша и народ проголосует за, то вопрос по этим территориям должен быть четким. если еще не было, как говорится, референдума на Харькове, в Харьковщине, там, в других местах, значит, нужно этот референдум под эгидой ООН провести после референдума в России, что это наша территория и передана таким-то путем людьми, там, разбазариванием того, что им не принадлежит. Этот референдум все решит. А дальше делать техники. Уж как не найдем способ получить то, что нам принадлежит, получить это обратно. А то уже американцы сначала Крым хотели базами своими заполонить, теперь в Очаково строят. Но им нужно напомнить, что эти базы можно строить и у них. Тем партия есть много стран рядом, в которых мы можем поставить базы и не хуже американских. А очаковская база им очень дорого обойдется. Не говоря о том, что нам и базы не нужно строить, мы и так можем их доконать быстрее, они думают. Но если они показывают вразовские, нужно прямо говорить, это вразовское отношение, вразовское. Потому что по дружбе они и так могут к нам заходить, если будут нормальные дружеские отношения, и не нужны им никаких баз. А база строится только исключительно для давления на нас. Ну нужно понять, что база будет уничтожена в течение нескольких минут. От нее ничего не останется. Вместе с тем, что там находится. Если малейшая провокация будет на войну. А так им гораздо выгоднее дружить с нами. Потому что мы никогда не говорили о том, что они какие-то и то у них не так, и то не так. Хотя на самом деле у них очень тяжелая ситуация в стране. И чем она еще кончится не известно. не зря они пустили под расход человека, который убил негров, для того, чтобы бояться, бояться то, что начнется революционное движение в Америке. пытаясь любым задушить. Вот так. Поэтому пускай думают. Хотя от войны будет война. От такого, что мало не покажется. Но с другой стороны не известно, что вообще происходит в мироздании. Говорят, что уже какой-то громадный инопланетный корабль подходит к нас и МКС. Что будет дальше, тоже неизвестно. В любую минуту может в конечном счете прилететь какой-то громадный метеорит. И только общими усилиями России и Америки мы в состоянии с этим бороться и находить какое-то решение. Самое умное, что они могут сделать, поскольку мы им не враги и никогда к ним не полезем ни с чем, если они только сами ничего не спровоцируют. Да, у них есть Рокфей, которого любым путем тянет устроить войну, значит, это у них уже идеология масонская, уничтожение человека, а уничтожить они в основном самих американцев таким путем. Значит, очень странное поведение Трампа, с одной стороны, он наехал на депутатах за то, что они приняли санкции против России. Ошибка. И у русских нет ненависти к американцам. Хоть тех с детства всякими комиксами пугают, что русские придут. Кошмар. А что русские придут? Они кроме добра ничего никогда Америки не делали. Даже если они совершали ошибки, как Вторая мировая война, вылезли из этого дела. Вылезли. Не стали нас добивать, показывая, что они делали для создания этой армии Гитлера. Не понимают они и добро вообще не воспринимают. по крайней мере их руководство. А народ у них прекрасный, дружелюбный и для нас это было бы просто нормальное отношение с ними, которое посыдно пользует и Америку и Россию. Не говоря о том, что еще неизвестно, что случится на земле и нам безусловно нужно объединять во многом усилия и разум нашей страны и американцев, потому что этого потребует жизнь. До свидания, здоровья, счастья и Родина, Родина, Родина.